Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим цикл бесед, называются они «Во свете Библии. Открытым оком». Это вот книги перед нами лежат, я 30 книг издал, 38. Из них 30, вот эта книга называется «Открытым оком». Видите там надпись, числа, откуда это взято. Они называются «Открытым оком». И даже как открытым внизу, а слово «оком» вверху, как бы, о кавычке показывает, что нужно считать сначала открытым, чтобы глаза человек поднял кверху. Даже в этом. Вот каждая книга, это 752 страницы. В каждой около 3000 ссылок на Священное Писание. Ну, для тех, кто не знает, небольшое ознакомление. Пожалуйста. Вопрос. Вопрос к аудитории больше православной уже. Предыдущий вопрос относился к сектантам. К отношению к иритикам. Этот же вопрос более для нас и глубокий, и нужный, и важный. Это такое понятие есть о истинной церкви. Если истинная церковь, то значит должны быть и истинные пастыри. Но об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, 20 глава, когда Господь говорит, что свяжете здесь на земле, то будет связано. Что разрешите, то будет разрешено и на небесах. То есть, если теперь мы будем смотреть на эти слова Господа нашего, то жизнь церкви должна регламентироваться здесь на земле отношением таким же к Евангелию, то есть прямым, истинным. И пастыри, которые наблюдают за своей пастой. Потому что на них лежит огромная ответственность за жизнь, за спасение душ этих людей. И вопрос навеян последними событиями, которые случились и в православной церкви, в жизни православной церкви. Так вообще говоря. В жизни православной церкви. Это так называемое соглашение между русской православной церковью и русской православной церковью за рубежом. И в связи с этим соглашением или каноническим общением, получилось так, что все приходы зарубежной церкви, здесь на территории России, перешли в каноническое подчинение московскому патриархату или русской православной церкви. То есть к патриарху тогда Алексию Второму. Но и в течение пяти лет должно было произойти этот переход, этих, ну там сколько там, нескольких десятков приходов. Но получилось так, что наша община, она не перешла. Во-первых, мы не слышали об этих пяти годах, у нас же были там представители. Наш батюшка, отец Яким Лапкин был там, и брат наш, Яковлев и Виктор Андреевич. Они присутствовали на этом все зарубежном соборе. И о пяти годах переходного периода какого-то не было никакой озвучки. И теперь получается, как бы вопрос стоит такой. Истинные пастыри, они должны отвечать за свои слова, за свои действия. И как их поступки, которые не подтверждаются истиной, как они теперь отразятся на тех, на пасомых их, на тех, за кого они отвечают. Да, действительно, все так и было. Было принято акт о клоническом общении. То есть признать благодатность московской патриархии, а московская патриархия признает благодатность русской зарубежной церкви. Об объединении вещи вообще даже не было. Это все они потом, ну, по обычаю, в мире всего делали. Наши действительно братья были. Священником там мой брат, отец Аким, он на пять лет моложе меня. Они два раза были в Америке. Ну, были. Все это видели своими глазами. Ни о каких пяти годах, о том, что все приходы вошли, это нет. Но дело в том, что им уже тогда было сказано, зачем вы так спешите. Должна быть работа. Представьте, вчера еще говорили, что московская патриархия там безблагодатная. Вы же так учили, говорили. А тут раз сегодня благодатная, и еще ради мы пойдем. Там сергианцы, экуминисты, они покаяния никакого не принесли. Сотрудничали с властями, архиереи, все ставники КГБ. Но эти слова были написаны. Даже у Виктора Потапова, молчанием предается Бог. Настолько красочно все описано. И вдруг он один из первых уже подает руку. Притом я у него в Америке, в Вашингтоне жил на квартире. В 92-м году, в августе месяце, когда меня приглашали туда выступить у них. Он меня увел на Голос Америки. Я там по Голос Америке выступил. Это все он. Прекрасный человек. Такая Мария Матушка у него, там сын. Отца Глеба Якуния, там сын у него в это время жил. Но я просто говорю, какие прекрасные люди-то. И как они раз переменить все могли. Я для себя ответ нахожу. Имею. Я им, когда был в Америке, я сказал, вас ничто не отличает от московской патриархии. Вы точно такие же. Количество уменьшается. Их там уменьшаются. Мне митрополит Виталий сказал, было, говорит, около 6 миллионов эмиграции. А сейчас, говорит, осталось не более 300 тысяч. Вот и все. Они не увеличились, а уменьшались. И поэтому практически у них выхода никакого не было. Еще пройдет 10 лет, а два, там руководить было нечем. А эти люди, которые теперь открылись двери, тогда они были изолированы. И открылись двери въезда в Россию. А они ностальгировали все эти годы. Храмы, там Петр Первый. Они в России жили. Они без этого дышать не могли. Там, тем более они родились, которые дети-то. Они сами ни разу здесь не были. Проезда не было. И вдруг свобода. Они поехали и здесь познакомились с православными. На встречу им вышли с объятиями. И вдруг они приходят на службу. Все так и идет. Все. А причащаться нельзя. Зарубежные сказали, причащаться в московской патриархии нельзя. Это грех. А некоторые не стали смотреть. Тем более уже не одинаково стали понимать. Один из тех, кто понимал иначе, это Марк Берлинский. Арнт. Фамилия его. Ну и получается, что прихожане митрополита Антония Блюма, этого Арнта, причащаются уже, давно встречаются, дают им место, служат вместе, вопреки принятым уже решениям. У них выхода не было. Там начался уже раздрай. Самый настоящий. Не подчиняются. Они в запрещении в служении на дом Марка. А он архиепископ. Это вся Европа, считаю, отсекается. А как бы надо поступить? Я в это время жил. Один из самых строгих канонистов у них был. Антоний Синкевич. В Лос-Анджелесе. На квартире у Орлова Никиты Феоктистовича. И мы с этим архиепископом каждое утро долго гуляли. Он был расположен, не знаю как. Ну просто так Бог сделал, что принял. Они его знают, они давно знают. После болезни он у них был. И однажды было так. У него там немножко и было, может быть, тысячи, три, четыре тысячи долларов. И он после одной из моих бесед пошел, все снял и мне отдал. И когда они его узнали, они так и ахнули. Кто? Он. Да он за каждые центры борется. Как? Все снял, вам отдал. Да быть того не может. Я говорю, может. Я знаю великую силу слова. Слово. Когда человеку говоришь, в руках у него табак и водка, он тут же рвет, бросает, разбивает водку. Я видел это. И вот это самый строгий из всех архиереев. Их было тогда, кажется, около 14. Самый строгий. Он был начальник миссии, говорит по-еврейски, в Иерусалиме. Здесь при мне он говорил, правда, с большим акцентом, по-английски говорил, даже проповедь. Сухонький такой. Очень строгий. Я бы свои материалы, вот, это у меня книга вышла, к истинному православию, то 14 моих материалов. Они в газетной были, вариации. И он брал, смотрел, читал и все воспринял, как это написано. Он был подчинением митрополита Виталия. Это объединение нужно было, в первую очередь, Путину, сотруднику, бывшему КГБ. А сотрудники не бывают бывшие, они на всю жизнь остаются такие. Ну, он знал это. Тут агентурные данные у него были, но не такие. И вдруг сразу 300 приходов своих людей, которых, ну, не надо учить разговаривать и прочее. Они американские граждане. Они работают, вот, который у них был, там, Александр Миллиант, он работает в НАСА, в космической программе, архиепископ. И представь, такие люди сразу одновременно в один день. Да им сколько сил надо КГБ, чтобы внедрить хотя бы одного агента. А здесь не надо внедрять. Все одновременно сразу стали под патриархией так. Путин, в общем, в этом деле постарался. Ну, с религиозной стороны смотреть, это и так понятно. Если он президент этой страны, и он разрешает храмы строить, поэтому навстречу с ним с радостью пошли тамошние архиереи за границей. Все! Клетка захлопнулась. А как вы смотрите? Считаю, что время пришло. Для меня это никакой роли не имело. И когда говорят, ну, а вот зарубежных тут было несколько десятков приходов, вы говорите, нет, зарубежных было несколько сот приходов. Сот. У одного только Валентина Русанцева, стал он митрополитом, больше ста приходов было. Больше ста. Ну, а у Ивтихи тут поменьше было. Ну, не нужно забывать, что теперь их 13 юрисдикций после раскола. Которые отошли. Вот Тихон, пасечник в Омске, архиепископ. Антонио, который жил на квартире, он никто меринин. Теперь он митрополит Антонио Никита Орлов. И сказали им, кто так, это был патриот, да, последняя, говорится, молекула патриот. Притом патриот очень и очень сильный. Вот такие люди могли бы не допустить, чтобы большевики победили, если бы он таких много было. Ну, вот он стал митрополитом, но пришел уже тогда, когда все это совершилось. Он пришел, там никого уже почти нет. Что теперь делать? Мы считаем, ну, слово мы, я имею ввиду братьев и сестер наших, когда это дело пошло об объединении, должны были ответить. Как вы на это? Ну, называется объединение, а комическое признание. Мы ответили, мы против. Нам не надо признание это, потому что мы уже ходили в храмы Московской Патриархии, а они у нас были, нас это ничто не разделяло. То есть наша была позиция самая правильная. Мы их не трогали, не поносили и признавали. Всегда молились за патриарха. То есть для них это была новинка, но они нас за это дело трамбовали, будь здоров. А теперь через нас перепрыгнули, только подолом задели там, и вперед нас уже в дамках. А мы как были, так и остались. Мы тогда не отрицали и теперь не восприняли. Но мы говорили, вот вы поедете. Ну, мы заявили, что мы против, категорически против, абсолютно против. Объединение. Но если решение там будет не об объединении, а о каноническом признании, теперь мы будем молиться, чтобы нам не забунтовать, а покориться решению нашего священно-началия. Так и было. Когда это прошло в Москве, мы также молились, благодарили Бога, но теперь наш батюшка уже служит в Московской Патриархии, приходят они, приезжают к нам, служат, до этого не разрешалось. Только вот это у нас. А дальше мы остались все же самые. Когда говорят, ну вот у вас не будет священника, ну можно было бы поехать, чтобы Иларион на руку положил. Я сказал, он не пойдет никогда на это. Не пойдет. Тут разная. Не его каноническая территория, хотя мы к канонической территории местного епископа и не относимся. Но они там, когда там есть американская, автокепальная церковь, зарубежная, а Московская Патриархия после них пришла, открывает там приходы, своих епископов ставит. Они же не считают, что там каноническая территория-то. Они лукавят. С войной стандартом подходит. И мы остались в таком положении, вот две общины. Это настолько было необычно. Я говорил, это для них головная боль будет. В мировой истории еще не было так, чтобы от целых общин архиереи отказывались, для пользы, сказать так, или в угоду своим амбициям, политическим каким-то решениям. Мы зарегистрированы в Алтайском краевом отделе юстиции. Каждый год у нас люди, ну все ходили до нынешнего года на прощенное воскресенье. До этого мы три раза в год посещали всей общиной. Это на прощенное воскресенье, на Марьино стояние, это пятая неделя в среду вечером, и на Пасху первый день. Теперь, нынче первый год, мы не пошли. Не пошли, просто видим, какое их отношение, лживое, клеветническое. Но у нас произошли все-таки беседы нынче. Мы две беседы имели. Одну у нас здесь, было от них три священника, и были у них в епархии. Создали рабочую группу, чтобы вначале, что нас разделяет, прийти к единению, но они дальше этого не пошли. Потому что они лукавые, мы дали программу четкую и ясную. И беседы все начались из того, две темы обсудить. Первая, жить не по лжи, и вторая, о благовестии. Они не могли ни в одну тему даже шагнуть. Сразу же начались у них противоречия с этим. Ну и все. Архиерей нажал кнопку, и все, отказались. Третья встреча должна быть в Потеряевке. Тем более день деревни был. Так все, приготовили. Все. Агнец был заколот. Телец, говорит, заколот и упитан. А они отказались. Ну, они отказались, но не мы. Я вот лично признаю, все, которые возникли в новой юрисдикции, ну, вот это уже более ранее. Русанцев был, он умер, Валентин, теперь там Феодор. Вот. Все это законные. Они имеют рукоположение. Незаконные, которые называют реформаторские, как вот Жоралев Сергей, там ничего нет. Клоунада. Беснования. Другого слова даже и нет. Это... Ничего там нет. А обман сплошной. Зачем ему нужна эта бутафория, когда ни во что не верит, ходит крест надевает, и под иудеев играет шляпу все время. Все, иудействует. Зачем ему? И везде вот я имею Духа Святого, ну, то есть так и 50-ники беснуются. Говорение на иных языках нет никакого говорения. Нет никакого. Беснования. Я среди 50-ников обратился и жил там. Я знаю это. Незнакомые языки Господь дает толковать. Нет, толкователи молчи. Духи повинуются порокам. Они не могут молчать. Я просто к этому сказать. И поэтому наше положение иногда говорят так, ну, у вас священник вот умрет. А что вы будете делать? Я отношусь к этому абсолютно спокойно. Ну, а как же тогда без священника? Это вы же, вы сами говорите, что все, кто выродимся. А мы не выродимся. Это невозможно выродиться. Потому что мы признаем благодатность московской патриархии. Пришло время поста, мы можем причаститься в любом месте, где угодно. Мы не отлучены. И дети. А вот когда у нас тут приезжал епископ и Максим, все наши дети причащались в соборе московской патриархии. И все это заснято на роликах, на фотографиях у нас. То есть мы признаем. Но мы не хотим попасть под пресс этого епископа. Он сразу разрушит все. Уничтожит занятия, уничтожит детский лагерь, перерубит благовестие. Они потребуют цензуры, то есть уничтожения книг. Деревни нашей Каюк, к лагерям не будет. Мы знаем их действия. Все. Да и он все разрушит. Но сейчас мы для них недосягаемы. Недосягаемы. Мы говорили, давайте вместе благовествовать. Нынче предлагали. Это я план выработал. Мы вместе выезжаем в одно село. Вы на своих машинах. Что брать, мы скажем. Село большое. Начинаем с двух сторон обжимать к центру. Ну, заранее договоримся с администрацией. Дом культуры называется. Или клуб. Или на стадионе. Ну, мы будем говорить. Вы 15 минут. Мы будем 15. Но концовка одинаковая. Кто обращается, всех зовем в храмы московской патриархии. Мы такая община. Она одна была. В зарубежье и здесь. У нас запрещено было звать к себе. Вот вы найдите среди сектантов таких, у кого было бы это правило. У нас запрещено звать, вербовать, тащить. К нам попасть. Тут писал председатель или как-то секретарь журналистов Алтайского края Тепляков. В общем, он говорит, лапки нам попасть. Нисколько не легче, чем в отряд космонавтов. У нас от трех до пяти лет оглашение идет. И чтобы первый раз мы разрешили прийти к человеку, когда он просится, он хочет. Тогда к нему посылаются люди, проверяют какой он. Тогда он одевается по форме. А если это мужчина курит, чтобы табака с собой не было. А в дальнейшем, если пожелать, чтобы бросил курить. Мы сразу же показываем наш устав. Вот брат Игорь Дыбунов. Игорь Владимирович. Он как раз им все здесь рассказывает. Смотрит за порядком. Приводит. Вот от него с работы один нынче был, кажется, Олег. Они ни в чем не нарушают порядок. У нас порядок. Стройность служения. И поэтому, что они так поступили. Вот там пять лет каких-то, вхождения. Это все выдумка была. И они не знают, что делать. Это определенно. Ну, я говорю сейчас, может быть, маленечко не так скажу. Я слышал, что будто бы у московской патриархии по делам... Ну, как, главное, по делам церковным там работает делопроизводитель. В Арсенофе, митрополит. И нынче батюшке нашему прислали приглашение. И в конце, если вы ей желаете, то можете с собой взять своего брата. То есть меня. Ну, мы решили ехать не за чем. Батюшка ответил им. Я не могу поехать, потому что у него хозяйство. Батюшка с шапкой по кругу не ходит. У нас ничего не продается. Вообще этого нет. Он держит овец. Матушка у него агроном. Не могу. А зимой ехать просто не кстати. Приезжайте, пусть кто-то приедет. На месте посмотрит. На вас еще смотреть. Тем более, может быть, примет какой-то секретарь. Зачем? На это объединение, в вхождение под епископом местным Максимом Дмитриевым, мы не намерены и никогда не пойдем на это. Никогда. Даже под страхом смерти, я думаю, мы не пойдем. Потому что это хуже смерти. Разрушено будет все сразу. Вот они, главное, я это заранее говорил, они главный удар будут делать не батюшка, даже не община. Главный удар будут делать против меня и против моих книг. Сейчас так все идет. Кемерская епархия. Что они только не говорят, что не пишут. Семинаристам дали книги наши. Я же одарил везде. Нынче 240 полных комплектов. На 3 миллиона 150 тысяч мы подарили 240 городов России. В школах там, лично, священникам где-то. И они что только могут сказать. Ужас один. И они говорят. Он не встречал, не считал. Ничего нет. Вот тут один был, священник, кажется, с горного Алтая. Написал. Да они, это община, там это все с демонической силой связано, что-то к демонам. И когда на встрече были, то даже Максим, их архиерей удивился. Да вы что, убрать немедленно. И они сразу все стерли. Лихаимцы, они всегда и трусливые. Даже на их стороне, их архиерей не стал. Ну безумие. Я бы мог подать в суд и все. Ну, во-первых, это интернетные они. Но они не отказывались. Там их Георгий согласился. Да, так, это мы поставили. Ну, а какие основания? Мои книги. Уже, вот я беру, допустим, первая книга. Это первая книга. У меня вышла. Церковь, свобода, тюрьма. Первая книга. Вот я ее открываю. Написано. Барнаул, 2002 год. Ну, сегодня это 11, 13 год. 11 лет. Некоторые книги у нас, вот эта вот книга, из одних документов состоит. Для слова Божия нет уз. Это второе издание вышло. Вот. Здесь много светлых фотографий. Вот даже фотографии есть, где я арестованный иду. В 1986 году, это меня ведут охранники, краснопогодники. Обычно милиции привозят. А я был такой опасный преступник. Меня сопровождали 12 краснопогодников. Через толпу едва протаскивали за руку. Были люди. Лишили последнего слова. Обманули, когда будет это. Ну, то есть безумие. А потом был реабилитирован после лагеря. Это все к слову. Так что, наше положение остается прежним. И видно, что они беспокоятся. И видно, что патриарх этим интересуется. Я узнаю косвенно, как. А вот как. Наш архиерей, который у нас был, это Евтихий Курочкин. Он находится в Ишиме. Теперь он на покое. 5 лет он был с нами. Нас Бог наградил этим счастьем иметь такого архиерея. Меня один знакомый священник спрашивает. Ну, а вы знаете хоть одного такого архиерея, который не занимался его поборами? Вот дай. Месяц кончился. Дай. Отчисляй. Вот приезжает, когда, говорит, целая толпа с ним священников. Каждому что-то дай. Я говорю, я знаю. И кто же это? Ну, он в патриархии. Я говорю, знаю, Курочкин. Евтихий у нас. Да вы что? Никогда ни рубля. У него даже носков иногда не было. Что батюшка повезет, там даст это все. У нас нет этого. У нас с тарелкой не ходят. У нас ничего этого нет. Нет. У нас не продается движение, ни одного рубля нет. У нас есть такой архиерей? Надо просто уметь вовремя оценить. Ну, и вот он встречается с патриархом Кириллом, и он его спрашивает. Я так понял. Ну, и что там про нас, про две общины? А что знают, это определенно. Он говорит, ну, если бы, как мне передали, говорю, если не так, там, какая-то деталь может не так. Если бы на месте там местный епископ по-другому относился, то вопрос был бы решен. Ну, вы знаете, какой активный патриарх этот Кирилл Гундяев? Он, видимо, где-то что-то там уже сказал. А что сказал? Дело производителю и суда. Как местный епископ взыграл? Я готов на вертолете зимой прилететь. На вертолете. Батюшка говорит, у нас нет места там даже зимой, где садиться-то. Он даже зимой на вертолете готов. Почему? Потому что патриарх и наш епископ, это же разная величина. Если тот маршал, это всего лишь генерал, майор. Так выразимся военным языком. Значит, было бы по-другому. Действительно, они сказали правильно. Тем более, мы ничего не требуем от патриархии, кроме того, жить не по лжи. Не лгать. 11 лет. Я встал и говорю, там, в епархии, при священниках, у них. Я виновен. Берите книги, исследуйте. Назначьте комиссию. И вызывайте меня на эту комиссию. Но в комиссию посадите самых злобных против меня. Комиссию там 12 человек сделайте. И я предстану. Но только по книгам. И только во свете Библии. Вот. Во свете Библии. А не так, что в Библии написано так, архиерейское совещание. Приняли так. И спрашивают, а кого слушать? И епископ отвечает, ну как кого? Архиереев слушать. Я на это не пойду. Во свете Библии. И наш епископ, когда мы были, там же ему местному сказал. Вам никогда, Игнатий, не обвинить в неправославии. Его книги сугубо православные. Они все основаны на Слове Божьем. Это наш епископ им сказал. Это бесполезно. И они не вызовут. Они могут только кряхтеть, злобиться, уничтожать, креветать. Другого они не могут. А я молюсь за них, Господи, ослабь их давление, если угодно. Я благодарю тебя за это поношение. Ты испытываешь меня, это искушение. Да будут они благословенны. Говорят, враги нам лучшие друзья. Друг-то где-то и умолчит, а враг все тебе скажет. Но, когда эта ложь идет, она как-то проходит время, она сама по себе рассыпается. Книги вот и не лежат. Тем более, я их везде дарил. Берите по ним, меня вызывайте. Ничего не будет. Потому что я призываю жить в Духе Святом. Для Бога, для Христа. На все сто процентов. Ну, вот и все. Ну, то есть, из вашего ответа я так понял, что у нас сейчас еще не самые плохие времена с истинными пасторами. Я считаю, одно из самых лучших. Самых лучших. У нас батюшка есть. Мы собираемся еженедельно. Мы молимся. Батюшка одну неделю там, другую здесь. В воскресенье приезжают. Ходим свободно в храмы Московской Патриархии. Когда батюшки нет, среди недели бывают какие-то праздники. Батюшка объявляет, где какой храм патриархийный рядом, туда идите. Нас ничего не разделяет. И зачем им нужно, чтобы мы были под ними? Зачем? Когда их священники были здесь, они у нас побыли на богослужении и говорят, никто из нас не возьмется руководить вашей общиной. Никто. Никакие бриты, что никакие священники там подстрижены. Он у нас не будет священником. Даже у следствия подстригает. Вот и все. Он должен все делать как положено. По уставу Святой Православной Церкви. И он тогда сказал же в епархии, из нас никто не потянет. Даже здесь он это говорил. Секретарь. Так что мы не посягаем на это. Мы правильно поняли. А когда вернулись от нас, то говорят, так у них один к одному, что у нас... Ну, брат-то заканчивал семинарию, это московское. А те с таким-то. Он все один к одному. Но у вас разве-то благовестие, а у нас этого нет. Да. Вот мы нынче думаем проехать по Европе. По Скандинавии. Прибалтика. Южные республики бывшие. В общей сложности около 33 государств мы должны нынче проехать. И везде, всюду сделать подарки. Но как Бог это даст? Мы говорим, не знаем. Ну и думаем, не меньше 100 городов посетить, центральной России посетить в этом году. Как Бог позволит. Мы могли бы объединиться с московской патриархией, вместе трудиться, но они на это не пойдут. Мы им программу отдали, они даже языком не пошевелили. Они не идут на это. Им это не надо. Они разное раскапывают, ищут, где церковь стояла, где фундамент. Я говорю, зачем? Ну как же, где церковь разрушена, а ангел все еще там у фундамента караулит? Язычники. Это сатана, только может сидеть, где его приговорили, демона, он там сидит. А ангел, чтобы он там стоял на развалинах-то? 70 лет. Ну такие вот басни. Притом эти басни я считаю не где-то, а у Юрасова. У Юрасова. Отца в России. Вот так. И такое состояние современного пастырства, как вы оцениваете, это относится к последним временам уже, или же просто какой-то период истории, как говорят, все возвращается на круги свои? Ну слово период, вот это сектанты пользуются, ладикейско, это филадикейско, это не периоды, это состояние души. Каждый может в течение дня быть в одном и в другом. Оно никогда лучше не было. Когда мы считаем у Златоуста, как говорит Григорий Богослов, на соборах они сидели, как гуси гоготали, щипали друг друга, он махнул рукой, встал и ушел от них, Григорий Богослов. Ну и все. Ничего я в этом не вижу. Они всегда были такие. Но молодежь как-то признавали, хотя бы чуть-чуть, видели перед собой. Сегодня я, когда вы были у Максима, а у него на стене рамочка, и там, видать, лучшие семинаристы. А тут наш архиересик. Я говорю, а это что за фотография? Ну, видно, отличники. Я говорю, это ваш волчатник. Кого вы готовите? Вас судить надо, кем вы их сделали. Были нормальные ребята. А вот здесь проучились год в семинарии. Они такие хамы делаются, такие наглые, просто подлые из подлых. И рассказал, как они поступали с этим братом. После прощенного воскресенья он стоит в подряснике, в камелавке своей. Я хочу сказать, как называется, да? Ну, да. И они на него подходят. Мы же сдавали визитки за пределами храма, в стороне совсем. Визитка только она написана, наш сайт, как называется. Из рук выхватывает. Подходят к нему семинаристы, прощенный воскресеньян вечер. Там больше 20 священников было. Подходят, козел ты, дурак ты. И тут же стоит среди них священник. Куда идти эта банда разбойников? Тут же наши сестры, как они одеты, нежные голубицы. Что вы делаете? Это натравливают. Я-то архиерею все сказал. Вы отвечать будете перед Богом за это. Были нормальные ребята, с ними можно было разговаривать. Комсомольские вожаки. У них совесть была, вы убили в них совесть. Они что угодно сделают. Настолько они подлые. Притом я это знаю, лично я стоял и все это видел. Но я в сторонке стоял, на меня они не нападали. Но какой-то алтайс стоял, видимо еще там у него традиции есть. Он стоял и молчал. Алтайс. Как бы обличает. Ну, такие есть, похожие на китайцев. Физиономия азиатская. Вот так. Тут много можно говорить, но мы не для этого собрались. У нас претензий никому никаких нет. Претензий к самим себе. Если я проспал бы. Вот у меня сегодня ночью, одна душа тут за стенкой живет. Ну, договорились так, утрами молиться всегда. Мы встаем в 4.40. Спрашивают, а почему? Я не могу ответить, почему. Я только потом нашел у матери Терезы, еще у кого-то. 4.40. Не 5, не 6, не 4. Но мне это дано было. Я это понял. И сейчас я установлю на 4.40. А она не пошла сегодня. Почему? Да я плохо ночью спала. Я пошел, все-таки добился. Уговорил. Пришла молиться. Это душа. Ты понимаешь, что за этим? Если нет домашней церкви, ничего не будет. У меня много правил есть. Шторки закрывать, двери не оставлять открытыми, запирать. А утренняя молитва для всех. Кто бы у меня на квартире не жил, утренняя молитва должна быть общая. Все. До самого малого ребенка. А потом ты можешь лишь спать. Она все это выслушала. И поэтому ты нарушила сегодня. Поэтому до обеда, или сколько, не пей, не ешь. Никому не звони. И только молись сегодня. Оплакивай свой грех. Ты попыталась оторваться от церкви Божией. Вот такие у нас порядки. Так. Спасибо, Господи, за ответ. Ну, еще в связи... Все, тогда этот вопрос отлично.